Они называют его по-разному. Кто-то тень над пустыней, кто-то молчащий ревун, но ни у кого нет его фотографии, ни одного видео, только косвенные следы и странные совпадения. Все началось с рассказов очевидцев в южной части Невады. Люди сообщали о странном звуке, который напоминал гул турбины, но без ее привычной вибрации. Он проносился над головами, оставляя после себя лишь отзвуки в ушах и тонкую дрожь в костях. Сам аппарат никто не видел. Сначала это списали на очередной запуск SpaceX, которых в последние годы стало больше, чем гроз в Аризоне. Но кое-что не сходилось. Не было ни заявленного старта, ни трека в открытых источниках. Никаких записей с телескопов, никаких пролетов, зафиксированных радарами. Только слухи. И странная запись на частоте ВВС, где голос в панике кричал. Объект без маркировки прошел над нами, высота не определена, визуальный контакт отсутствует. Секретность вокруг подобных событий была настолько плотной, что даже опытные инсайдеры терялись в догадках. Но одно имя всплывало все чаще. Илон Маск. Не в открытую, разумеется, но намеками. Особенно после того, как один из инженеров SpaceX, уволенный за разглашение данных, опубликовал в Даркнете несколько эскизов, похожих на истребитель нового поколения без хвоста и крыльев в классическом понимании. Вместо них обтекаемая форма, напоминающая сплющенный ромб с выступами, похожими на мускулы под кожей. Если это и есть невидимый зверь, то он далеко обогнал все, что мы считали передовой авиацией. Но если его никто не видел... Почему так много разговоров? Потому что кое-где он все же оставил следы. Или вспышки. Это случилось глубокой ночью, когда небо над пустыней было чистым и ровным, как стекло. Несколько астрономов-любителей наблюдали метеорный поток Персеид, но вместо падающих звезд увидели нечто совсем другое. В небе резко вспыхнул яркий объект, но его траектория не шла вниз, как у метеора. Он двигался горизонтально. И главное, молча. На форумах сразу начались бурные обсуждения. Спутник, дрон, кинотрюк. Но один из очевидцев, бывший техник с базы ВВС, заявил, «Это не из наших. И не из чужих. Это из будущего». Его слова вскоре удалили с платформы, а аккаунт исчез. Но кто-то успел сделать скриншот. Флэш из Невады появился всего на полторы секунды. Но благодаря кадру с камеры видеонаблюдения, один аналитик из Канады обнаружил странность. Объект не отбрасывал тени. При такой вспышке это невозможно. Единственное объяснение, которое он смог предложить – активная система подавления света. То есть объект сам управляет тем, как его видят или не видят окружающие. И вот тут на сцену выходит SpaceX. За месяц до инцидента на закрытой встрече с инвесторами Маск обмолвился. Следующий шаг – контроль не только траектории, но и восприятия. Никто тогда не понял, о чем речь. Но после вспышки эти слова зазвучали как намек. Возможно, мы стали свидетелями демонстрации технологии, которая позволит исчезать на глазах, маскируя аппарат под шум космоса или ночь пустыни. Но зачем? На первый взгляд, Илон Маск и военная техника несовместимы. Он строит электрокары, отправляет ракеты к Марсу и грезит о мультипланетарном человечестве. Но если копнуть чуть глубже, все становится логичным и даже пугающе очевидным. Маск уже давно управляет движением в космосе. Его спутники Starlink – это не просто интернет. Это потенциально глобальная система наблюдения. Тесла – это не просто авто, а миллионы сенсоров на колесах. Добавь к этому нейросети и беспилотное управление, и ты получаешь возможность контролировать небо, землю и данные. Единственное, чего не хватало – скорость, то есть истребителя, но не обычного. Ему нужен такой, который может за минуты добраться в любую точку планеты. Тихий, автономный, невидимый. Тот, что не требует пилота, но способен выполнять миссии уровня спецназа. Это не о войне, это о власти. Над пространством, над временем, над информацией. В кулуарах инвесторы обсуждают идею авиадоставки будущего. Зачем ждать грузовик двое суток, если дрон-истребитель доставит медикаменты через полчаса из Бразилии в Аляску? Но есть и темная сторона. Та же машина может атаковать, не будучи обнаруженной. Для Маска это идеальное дополнение к империи. Его не интересует классическая оборонка. Он строит свою инфраструктуру новой эпохи, где истребитель – это просто еще один инструмент. Первое упоминание о темном соколе появилось на техническом форуме, посвященном аэродинамике. Кто-то с ником Moshock выложил рендер, подписанный как XK Shadow Falcon Test. Изображение быстро удалили, но файл уже разлетелся по закрытым чатам инженеров. Самое интересное – в подписи использовались шрифты, идентичные тем, что применяются в документации SpaceX. Позже название «темный сокол» всплыло в патентной заявке, где описывалась система распределения тепловой нагрузки на корпус гиперзвукового аппарата. Хотя сам патент был подан через стороннюю юридическую фирму, в нем проскакивали термины, которые обычно встречаются только в внутренних документах Tesla и SpaceX. Инсайдеры начали собирать пазл. Некоторые утверждали, что под этим кодовым названием скрывается экспериментальный летающий прототип, сочетающий технологии сверхзвука, невидимости и автономного ИИ. Что-то между спутником, дроном и самолетом. Интересный факт – в день, когда произошла вспышка над Невадой, в Техасе были замечены три грузовика SpaceX без маркировки, направлявшиеся в одно и то же место. Есть одно место, куда редко заглядывают журналисты и дроны-энтузиасты. Это старый ангар в западном Техасе, неподалеку от площадки SpaceX в Бока-Чика. Формально он числится как резервный склад, но последние два года туда регулярно прибывают фуры с неизвестным грузом. Без логотипов, без номеров, с охраной, как у ядерных объектов. Ранее этот ангар принадлежал одной частной аэрокосмической компании, которая обанкротилась, и здание перекупили инвесторы, связанные с энергетикой. Но копнув в реестре сделок, журналисты нашли след – юридическую фирму, связанную с SpaceX. Местные жители говорят о гуле по ночам, о вспышках, которые видны сквозь герметичные двери, об усиленной охране, которая появляется только в те ночи, когда свет исчезает полностью. Данные с погодных станций рядом указывают на локальное повышение температуры и давление на ограниченной площади, как будто что-то запускается внутри. Спутниковые снимки показывают странную конфигурацию ангарной крыши. Подвижные сегменты, похожие на створки. По некоторым догадкам, это механизм для вертикального взлета. Техника Маска не терпит компромиссов. Когда первые изображения темного сокола начали просачиваться в сеть, большинство скептиков ожидали увидеть нечто привычное – модифицированную копию существующих стелс-истребителей. Возможно, более гладкую, возможно, с необычными антеннами, но все же тузнаваемую форму. Однако то, что начали обсуждать в закрытых чатах авиаторов, ломало все шаблоны. По описаниям, форма аппарата напоминала не самолет, а каплю воды, расплющенную в воздухе. Углы были не просто сглажены, они отсутствовали. Никаких вертикальных стабилизаторов, крыльев классического типа или выносных элементов. Все как будто встроено внутрь, словно летающая скульптура. Это не просто эстетика. Такая форма минимизирует радиолокационную заметность до предела и позволяет воздуху скользить, а не ударяться о корпус. Источники в аэродинамической лаборатории в Калифорнии, работавшие над конфиденциальными моделями, утверждали, что структура корпуса разработана с учетом особого потока – не ламинарного и не турбулентного, а некоего промежуточного режима, ранее считавшегося неустойчивым. Именно Маск, по их словам, настоял на его изучении, утверждая, что новая эра полетов требует нового понимания воздуха. И хотя до сих пор никто не видел летающий прототип публично, однажды в сети появилось короткое видео. Камера наблюдения на нефтяной скважине зафиксировала, как над горизонтом пролетает тень, искажая небо вокруг себя, будто линза. Люди утверждали, это был он, только летел не так, как привычные самолеты. Он словно скользил по грани пространства. Что бы это ни было, его форма явно разрабатывалась не для шоурума, а для одного единственного действия – абсолютного контроля над воздухом. А ведь это лишь оболочка. Интереснее, что внутри. Если обтекаемая форма делает аппарат незаметным для глаза, то то, что скрывается внутри, делает его невидимым для радаров. Одно из самых обсуждаемых нововведений в предполагаемом проекте Маска – система активной плазменной оболочки. Это не выдумка из научной фантастики. Уже несколько десятилетий назад ученые рассматривали возможность обволакивания летательного аппарата тонкой оболочкой ионизированного газа. Плазмы способны поглощать и рассеивать радиоволны. Теоретически, такая технология делает объект невидимым для большинства радаров. Проблема в том, что плазма требует огромного количества энергии и невероятно точного контроля. До недавнего времени такие технологии считались практически неосуществимыми. Но у Илона есть доступ к самым продвинутым системам питания – от солнечных панелей до суперконденсаторов, использующих принципы, близкие к квантовой электронике. По данным из утечек, корпус темного сокола может быть покрыт наноструктурированной сетью, испускающей ионы под высоким напряжением, создавая вокруг летательного аппарата постоянную плазменную оболочку. Вкупе с особым составом внешнего материала, это позволяет играть с отражением волн, будто он вовсе не существует. Некоторые аналитики считают, что плазменная оболочка – это не только стелс, но и потенциальная защита от лазерного оружия. И если все это правда, то перед нами летающая тень, которую невозможно засечь, невозможно поразить и невозможно предсказать. А ведь он еще и летает быстрее, чем мы привыкли думать. Когда говорят о скорости в военных кругах, обычно подразумевают пределы. Сверхзвуковые, гиперзвуковые, иногда околокосмические. Но то, о чем шепчутся авиаинженеры, выходящие со встреч под NDA, связано с новыми пределами. Якобы тестовый образец сокола уже смог преодолеть барьер в 25 миль в минуту. Показатель, при котором традиционные конструкции рассыпаются, а пилоты попросту не выживают. Именно поэтому один из ключевых элементов – это полное отсутствие пилотируемой кабины. Аппарат беспилотный по определению. Не дрон в классическом понимании, а нечто большее. Его ведет не человек, а система ИИ нового поколения, связанная с квантовым процессором, способным принимать решения быстрее, чем человек может моргнуть. Но как же аппарату удается выдерживать такую нагрузку? Ответ в материалах. Один из патентов, поданных через подставную фирму, описывает композит на основе графена и особого сплава титана, который может сохранять форму при температурах, близких к тем, что возникают при входе в атмосферу. Аэродинамика аппарата спроектирована так, чтобы не просто уменьшать сопротивление, а рассеивать его по поверхности, превращая в стабильную термодинамическую оболочку. Инженеры, знающие о проекте, описывают чувство страха и восхищения. Это аппарат, который может долететь из Калифорнии до Индии меньше чем за 15 минут. Вопрос только в том, зачем. А точнее, как он делает это почти беззвучно. Любой, кто хоть раз был рядом с боевым истребителем, знает, звук это не просто шум. Это удар по телу. Это рев, который сотрясает Землю. Но все свидетельства, связанные с полетами загадочного аппарата Маска, говорят об обратном. Тишина. Не просто отсутствие шума, а как будто нечто вырезает сам звук из пространства. Физически это невозможно, если не вмешаться в саму структуру звуковой волны. И вот здесь в игру вступает технология, которую по слухам разрабатывает одна из дочерних структур Тесла. Активная звуковая нейтрализация. Это не просто глушитель. Это система, которая, предсказывая форму и направление звуковой волны, мгновенно формирует противоположную фазу, тем самым уничтожая звук еще до того, как он достигает уха наблюдателя. В совокупности с формой корпуса и плазменной оболочкой аппарат буквально становится привидением. Его не видно, не слышно и даже не ощущается вибрация воздуха. Как будто он скользит сквозь ткань пространства, не оставляя следа. Те, кто сталкивался с ним на военных радарах, говорят, ты знаешь, что он был, но не можешь доказать. Возможно, именно этого и добивался Маск. Чтобы его аппарат был не просто быстрее всех, а чтобы он стал мифом, пока не будет слишком поздно. И, наконец, сердце, или точнее мозг всей этой машины. Без него все, о чем говорилось выше, теряет смысл. Искусственный интеллект, управляющий этим аппаратом, это не алгоритм автопилота. Это не ассистент, это командир. Источники из инженерного круга, участвующие в проекте Neuralink, утверждают, что технологии, разрабатываемые для интерфейса мозг-компьютер, нашли свое применение и в военных разработках. Но не в том смысле, чтобы человек управлял машиной напрямую, а в том, чтобы машина могла принимать решения как человек. Молниеносно. С контекстом. С эмоциями. Один из специалистов по ИИ описал систему так. Это не просто модель, это предиктор. Он не реагирует, он предугадывает, он не ждет команды, он исполняет их до того, как ты их дашь. И если это правда, тогда аппарат может не только уклоняться от ракет, он может понимать поведение противника и менять стратегию, как опытный летчик-ас. Но все это порождает новый уровень угрозы. Если машина думает, чувствует и принимает решение сама, где грань между инструментом и самостоятельным существом, и кто на самом деле контролирует такую силу, с каждым элементом пазл складывается все отчетливее. Но самые интересные карты все еще в рукаве Илона. Потому что даже в реальности всегда есть место слухам. Особенно, когда речь заходит о патентах. Патентные базы — это настоящие сундуки с сокровищами. Только вместо золота там чертежи, формулы и описание того, как будет выглядеть будущее. Маск — один из тех, кто предпочитает патентовать на опережение. И хотя его компании часто скрывают важные технологии под слоем юридических маскировок, внимательные исследователи уже начали собирать карту. Один из таких патентов — система вертикального старта и посадки с использованием магнитной левитации. Подписан анонимной фирмой из Делавера. Но в контактных данных — человек, ранее работавший в Tesla Energy. Другой — модуль управления воздушным аппаратом с адаптивной когнитивной системой, способной учиться на собственных ошибках в реальном времени. Даже материалы, описанные в патентах, поражают. Один документ раскрывает структуру самовосстанавливающегося покрытия, которое при микроповреждении восстанавливает свою форму за счет нанороботов. Такие материалы идеально подходят для аппарата, который должен выдерживать экстремальные перегрузки и температуры, оставаясь в строю. Но ключевое — это связи между патентами. Разные компании, разные формулировки, но те же термины, те же физические принципы, та же логика. Кто-то явно строит нечто грандиозное, и вся эта мозаика указывает на одну фигуру. Илона Маска. Слишком сложные для рынка технологии, слишком ранние для гражданской сферы, слишком дорогие для развлечения. Именно патенты наводят на мысль, что весь проект — не фантазия, а реальность, просто еще не объявленная официально. Но не только гражданские аналитики проявляют интерес к этим разработкам. Настоящее внимание приходит с другой стороны. DARPA — Агентство передовых оборонных исследований США. Всегда держится в тени, но если оно заинтересовалось какой-то технологией, значит, дело серьезное. В последние месяцы из закрытых источников начали поступать сведения. Представители DARPA посещали объекты SpaceX не только в качестве наблюдателей, но и потенциальных партнеров. Сливы из переписки показывают, обсуждаются системы автономного реагирования, маневровые модули и так называемые адаптивные оболочки. Все эти технологии странно перекликаются с тем, что уже связывают с темным соколом. Илон Маск официально утверждает, что его миссия — мирное освоение космоса, но закулисные обсуждения говорят о том, что граница между гражданским и военным у него становится все более размытой. DARPA, как известно, ищет не просто технологии, а технологические прыжки. Если у Маска действительно есть летающая машина, способная менять правила игры, это интерес не просто обороны, а глобального стратегического преимущества. Именно поэтому, по слухам, несколько ведущих экспертов DARPA в области гиперзвука были переведены в специальную закрытую группу, которая скоординирована с проектами SpaceX. Этот союз, если он реален, может означать одно — аппарат уже готов к переходу из эксперимента в действующую силу. А если он не просто транспорт, то что именно он несет на борту? Самая тревожная тема во всей истории — это возможность, что аппарат Маска не просто летает быстрее всех и незаметен для радаров. Возможно, он несет на себе нечто, способное изменить ход любого конфликта. В неофициальных кругах начали говорить о гипероружии. Технологии, способные выводить из строя цели без физического контакта. Одна из гипотез — генератор электромагнитного импульса, встроенный в корпус. Такой импульс способен выключить целый город, уничтожив электронику в радиусе сотен миль. Другая версия — управляемая плазменная струя, сжигающая цель на высоте, не оставляя следов. Официальных подтверждений, разумеется, нет. Но утечки информации из подрядчиков, работающих с материалами высокой устойчивости, указывают. Внутри аппарата может быть отсек, способный выдерживать экстремальные перегрузки и тепло. Некоторые считают, что оружие Маска — не физическое, а информационное. Возможность вторгаться в системы связи, GPS и командного управления противника. Незаметный истребитель, действующий как вирус, проникающий в саму структуру информационной войны. Так или иначе, если это правда, то Маск уже не просто инженер или визионер. Он становится носителем силы, сравнимой с государством. А такие силы рано или поздно демонстрируют. Этот вопрос не дает покоя ни военным аналитикам, ни фанатам авиации. Когда? Все признаки указывают на то, что тестовые полеты уже были. Их просто никто не узнал. Слишком тихие, слишком быстрые, слишком скрытые. Но публичная демонстрация — другой уровень. Это момент, когда технология выходит из тени и заявляет о себе на мировой арене. Возможно, Маск ждет повода. Конфликт? Глобальное событие? Или очередная технологическая выставка, где под видом демонстрационного беспилотника взлетит нечто, способное переписать баланс сил? Инсайдеры утверждают, что аппарат уже готов к серии орбитальных тестов с возвращением в атмосферу. При этом он может стартовать без разгона, используя магнитную катапульту, встроенную в ангар. Такая система может дать фору всем существующим способам запуска. Некоторые аналитики делают ставку на конец текущего десятилетия, другие — на ближайшие два года. Но Маск известен тем, что делает ходы неожиданно. Может, когда вы будете читать эту строку, темный сокол уже в воздухе. И тогда останется задать лишь один вопрос — как это изменит все? Если аппарат, описываемый под кодовым названием «темный сокол», действительно существует и функционален, последствия для человечества будут колоссальными. Речь идет не только об изменении подходов к авиации или обороне. Это смещение самого восприятия неба, скорости, расстояния и угроз. Государства, привыкшие к превосходству в воздухе, внезапно оказываются уязвимыми. Границы теряют смысл, если один человек, пусть и с миллиардами, способен создать аппарат, способный преодолеть полмира за считанные минуты и остаться незамеченным. А если таких аппаратов будет несколько, десятки, мир, в котором технологии принадлежат не только государствам, но и корпорациям, становится реальностью. И Маск — один из первых, кто берет на себя эту роль. Его сокол может стать иконой нового мира. Мира, где правят не флаги, а логотипы. Где битвы идут не на поле, а в облаке. И где решения принимает не генерал, а алгоритм. Но вместе с этим приходит и надежда. Если такие технологии будут использоваться не для уничтожения, а для спасения, доставки, связи, мониторинга катастроф, это может стать началом новой эпохи. Главное, чтобы человечество успело выбрать, в какую сторону оно хочет двигаться. Возможно, самый главный секрет сокола не в том, как он летает, а в том, кто решит, куда ему лететь.